Сегодня программа на своем месте отправляется в гости к Александру Зеленцову. В 80-х он руководил крупным предприятием, в 90-х помогал Владимиру Елагину управлять Оренбургской областью, а с приходом нового века стал одним из самых влиятельных бизнесменов региона. О чем бы мы ни спросили Александра Зеленцова, разговор приходил либо к бизнесу, либо к политике, а чаще всего и к тому и другому вместе. Вот, например, заговорили о боксе. Александр Иванович – президент Федерации бокса Оренбургской области. В шутку спрашиваем, когда же будет первый олимпийский чемпион боксера от Оренбуржья. А ответ всерьез. Я думаю, через 4 года. Через 4 года? То есть уже... По крайней мере, я не буду говорить о олимпийском чемпионе, нельзя вот этого делать, но мы стараемся, чтобы через 4 года представитель Оренбургской области был на Олимпиаде. А это скорее девушка или юноша? Скорее всего, девушка. А в итоге вспомнили, как много бывших боксеров в руководстве города и области. Александр Зеленцов объясняет это так. Это волевые люди, волевые, самостоятельные, которые могут и сами ставить задачу перед собой, перед своим окружением. Соответственно, достигать и добиваться этого. Политические взгляды нашего героя охарактеризовать двумя словами трудно. И отношение к политике у него своеобразное. Однако, это та сфера, в которой он долго работал и может сравнить ситуацию в 90-х и сегодня. Как вы думаете, кому сложнее? Вам тогда было в то время, когда экономически было невероятно тяжело, но зато была некоторая свобода в действиях? Или сейчас, когда, кажется, финансового потоки денежные гораздо больше, но по большому счету, наверное, свободы в действиях у местных властей гораздо меньше? Понимаешь, когда мы говорим слово «свобода», да тем более «политика», тут очень много вопросов. Нам жилось свободно, нас никто не бил по рукам, нас никто в Москве не наказывал. Ну и по большому счету и никто не критиковал. Даже вот так можно сказать. А то, что страна шаталась, а вместе со страной шаталась Оренбургская область, да, как там, ты каким курсом идешь? Курсом партии. А партия тут и я туда, партия и ты. И так и мы тоже. Мы неотделимая часть России. И если России было плохо, и нам, соответственно, тоже было плохо. Но чем Ельцин взял, да? Он говорит, ну ты же губернатор, ты же там аж повален. Помните, был такой, да? Вот у меня там. Вы вдвоем рулите всей областью, там, что хотите, то и делайте. Ну, его клич какой? Сколько проглотите свободы и правды, берите. И действительно, очень многие взяли, очень много взяли. И даже Башкирии, и Татарии, ну и так далее, так далее. Но, правда, взяли и чеченцы. Наверное, была вот определенная эйфория, когда был Алексей Андреевич губернатором в начале 2000-х годов. Была та свобода, которая была при Ельцине, и были деньги, о которых ты говоришь. Сейчас деньги большие платятся в виде налогов. Но они абсолютно централизованы в Москве. Если говорить о том, что вы же ведь работали долго в администрации, а сейчас говорите о себе как о бизнесмене. Когда вы начали себя ощущать бизнесменом? Это вообще переход из одного качества в другое легко дался? Я считал себя бизнесменом, еще работая в Советском Союзе. То есть, когда я был директором Трансгаза, точнее как, когда я еще был начальником управления до директора Трансгаза, все, что я делал, это было строительство газопровода «Союз», применение американской техники, ГТК-10 и так далее. Все мне доставалось, а за этот базар отвечал я один. Да, Саби Татайч, Оруджев прилетал. Да, Юрий Федорович Вячеславцев раз в месяц бывал на этих объектах. Да, там, ну и так далее. Можем продолжать. А чуть что-то, вперед, кто? Вон, кому там выговор обидеть, ему, кому там слова благодарность сказать, нет, не ему, а вон тому рабочему, который там лучше. Это какой год? Это сколько вам лет было? Я был очень молодой, я директором Трансгаза стал в 33 года. Но если я сам планировал, если я сам утверждал планы для своего объединения, да, меня проверяли, да, меня корректировали, да, меня вели там куда-то. То есть сегодня вас бы называли топ-менеджером компании? Правильно. И тогда, ну тогда даже вот у меня было больше прав, чем у Сергея Ивановича Иванова сейчас. Вот я не знаю, но почему-то нам вот как-то доверяли. И особенно с приходом Горбачева в 85-м году, вот меня-то как пацана там, 35 лет мне было, да, ну где-то так. Нет, 36 лет было, я стал первым замом председателя облсполкома. Кто я такой? Ну так, по большому счету. А вот тогда Хриспартик говорил, что пора уже, Брежнев уже похоронили, Андропова похоронили. Ну хватит хоронить каждый год, да? Надо уже просто приводить. Но это же вот веление времени было. Поэтому, когда вот я работал, начиная с 87-го года в органах власти, я все равно как бы занимался бизнесом, да? Понимаешь, я никогда не был губернатором. Я никогда не был главой. Я всегда был первым замом. То есть, что такое? Проведи планерки в 2-3 часа ночи, а лучше все документы подпиши в 5 часов утра и уже в 6. Садись на самолет и лети в Москву, потому что надо Кудрину отдать, потому что надо Артюхову показать, потому что надо к Черномырину успеть зайти, а там тебя никто не ждет и никогда никто не ждал. И если делать это старыми методами, способами, ну, грубо говоря, какие были в советское время, ты ничего бы не достиг, ничего бы ты не сделал. Один только СИТЕКС-94, я имею в виду в Лондоне вот эту вот презентацию Оренбургской области в 94-м году, да? Ну, это сделать было невозможно. Или там попасть на прием к Клинтону король Юрий Александрович, там, Рогов и я попали на прием к Клинтону. Ну, как это? Это тоже невозможно. Это бизнес или что? Ну, я думаю, что это просто, да? Что, Клинтон меня принимал из-за того, что я был первый зам у Евангина? Да нет. Сравнительно недавно Александр Зеленцов продавал нефтяную компанию. Такие продажи в современной России, они чаще всего делаются по желанию тех, кто владеет или по желанию тех, кто хочет купить? Мне кажется, это так же, как и крепкая любовь, она не может быть с одной только стороны, это насилие будет. Поэтому и те, и другие. Как Карл Марс говорил, я, говорит, вам могу предоставить столько, что вы никогда не откажетесь. Так, это же рынок, ничего тут не поделаешь. Никто не хотел продавать, тем более было очень прекрасно там сделано и по попутному нефтенному газу, и подготовке нефти. То есть была красивая, очень красивая компания. У входа в офис мы увидели зеленый Бентли, принадлежащий нашему герою. История его приобретения съемочную группу очень удивила. Все-таки, чтобы купить Бентли в Оренбурге, нужно иметь определенную смелость. Дело не в этом. Дело в том, чтобы провести чемпионат Европы в Оренбурге, нам было поставлено условие. Главный судья будет турок, соответственно, он ездит только лишь либо на Роллс-Ройсах, либо на Бентли. Соответственно, Федерация бокса России поставила вопрос. Александр Ильич, мы вам не дадим в Оренбург, у вас Бентли даже нет. Не то, что Лоллс-Ройс, он же там длиной 6 метров, что-то там. Я врать сейчас не хочу, я не очень здорово соображаю. И вот для того, чтобы это все сделать, мы вынуждены были купить Бентли. Это производственная необходимость. Почему зеленый? А это требование было, потому что он мусульманин, и надо, чтобы он был зеленый. Потому что все говорят, вот Зеленцов, поэтому зеленый. Нет. Все до того элементарно. Хочешь чемпионат Европы в Оренбурге? Хочу. Будь добр, купите машину, будьте добры, отремонтируйте гости. Мы же и гостиницы. Мы купили новые ринги, которые в России было второй. Ну, один, как всегда, в Москве, а второй был у нас. Может и в самом деле так. А может Александр Иванович скромничает. Но бизнесмен может себе позволить то, чего политик не может. Команда Елагина, в которой был Александр Зеленцов, проиграла выборы в конце 90-х. И с тех пор в публичную политику он не возвращался. А вы когда проиграли выборы, вы тогда расстроились? Ну, вы, я имею в виду, как команду. Для команды это было большое разочарование или нет? Ну, пойдем дальше. Мы даже попытались там бумаги собирать, чтобы в суд подать там. То есть, опять десятые. Но это было как? Молодецкая утеха. Ясно, понятно, что Алексей Андреевич выиграл со своей командой в лед. Там разница в 8%. Со временем, прошло, наверное, полгода после проигрыша, я был рад, что я проиграл. Что мы проиграли неправильно. Виктора Черномыртина в беседе мы вспоминали несколько раз. В том числе, когда увидели на полке книгу о нем. Александр Зеленцов рассказал, как издавалась самая первая книга о Викторе Черномыртине. Она далась, короче, нам кровью. А почему? Казалось бы, время-то было такое. Начинали мы готовить, когда он был представителем правительства, и все, ну что ты, а какие вам, а вам вот ты, а вам, ну пожалуйста. И вдруг тут раз. А книга-то, она как раз издавалась не в январе, не там в феврале, а прямо под его день рождения. И тем более, как всегда, мы опаздывали еще. Но успели. Успели через две недели после его дня рождения. И что, кто-то ставил палки в крюс? Я всегда говорил, там, проститутки, да, политика. Это такая проституция, это просто ужас, ужас. А московская политика? Давайте о прекрасном. Вот сзади вас такие замечательные кони, лошади. Это какие-то особенные? Почему они здесь вас везут? Это наша карпания. Я очень рад, что наш губернатор, Юрий Александрович, ему удалось вчитаться во все материалы, и материалы ООН, и материалы ЮНЕСКО, и вот географические все эти материалы. И он сейчас принял решение очень серьезное о том, чтобы все-таки вот этот уголок старой, той живой природы, в Рейнбургской области степи сделать. И я на 100% уверен, ну, если мы живы, конечно, будем, то есть, конечно, форс-мажорные такие обстоятельства, надеемся, что все будет хорошо. Все это будет выполнено, сделано, вот при его очень активном участии, потому что, к сожалению, без власти в России сделать что-то невозможно. Стол Зеленцова заполнен самыми различными папками, документами и проектами. Планов хватает на много лет вперед. Один только проект «Марсово поле» не может не впечатлять. Интересно, что под рукой есть ежедневники прошлых лет. Я их сейчас прочитывал, перечитывал, вот когда готов к своему 60-летию, вот, и в конце концов, я думаю, что когда-то я что-то писать все-таки начну. Ага, то есть вы думаете о каких-то мемуарах? Ну, не мемуарах. Я думаю, все-таки надо некоторые вопросы немножко расшить. Мы с Владимиром Васильевичем несколько раз уже говорили, потому что есть моменты, период, когда были эти тяжелые времена, с 1991 по 1999 год, где непонятны наши действия. Ну, по крайней мере, непонятны не то, что там общественности, народу, да, и поставлены непонятны даже нашим друзьям, товарищам, коллегам, партнерам. Почему вы поступили именно так, а не иначе? Да, да, да. Почему ГАЗ-КИГОК был именно так, да, почему УХМК было именно так, там, почему Оренбургнефть получилась именно так, почему не случилось с Газпромом именно так, а получилось вот так, и так далее, и так далее. Вот, к сожалению, некоторые люди, которые не были близки даже к этим темам, они уже все написали, ну, в данном случае Александр Алешин, там, все остальное. А они были так далеки, так далеки, они не были в этих котлах, а в то же время позволяют себе это писать. Поэтому с Елладием договорились, что будем это делать, и будем так, что если он будет писать, я буду читать, если я буду писать, то он будет читать. Друг друга редактировать. Да, да, да. Да, ни в коем случае, чтобы не было, даже вот среди нас, чтобы не было разночтения. Занятость до сих пор у Зеленцова такая, что мы прерывали съемку на встрече и звонки, и в итоге остались снимать детали кабинета уже без него. А он сел в Бентли, купленный по производственной необходимости, и уехал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова